Кино сбываются мечты. Первый кадр – это я и ты. Настоящий праздник для бизнес-сообщества и не только. Форум для предпринимателей проходит в нашем округе уже в третий раз, но в таком масштабе и формате впервые. Специальная площадка для таких встреч была построена на территории техцентра «Волин» буквально за год. Сегодня это действительно настоящая конференценно-выставочная площадка и таких площадок в Одинцово до сего момента не было. Поэтому, конечно, инициатива технического центра «Волин» по строительству и вводу в эксплуатацию такого интересного сооружения, как экспоцентр, для Одинцова это событие. На экспозиции было представлено 40 стендов различных отраслей предпринимательства, передовые информационные технологии, медицинские и образовательные услуги, автомобильный сервис и строительный комплекс. В каждой сфере море инноваций и креатива. Это у нас есть мастики герметизирующие, это как пластилин, она уже готова к применению. Тут одна, как у нас получается, позиция, разная марка. Уже шесть лет мы работаем с детишками с аутизмом и другими нарушениями развития. На основании науки прикладной поведенческий анализ. Это единственный метод научно-доказательный, который может реабилитировать в какой-то степени детишек с таким диагнозом. Так называемый предпринимательский климат в нашем округе один из лучших. Для развития малого и среднего бизнеса здесь есть все условия. В том числе масса государственных грантов, административная поддержка, различные субсидии. Одинцовская земля является легкими. Города Москвы и здесь никогда не будет какого-то тяжелой промышленности, тяжелого производства. Но, несмотря на это, Одинцовский городской округ является лидером по количеству малого и среднего предпринимательства на территории Московской области. У нас малого предпринимательства более 25 тысяч членов МСП. А все начиналось с небольшого женского сообщества предпринимательниц. 80 участниц первого такого форума объединились в единую сильную команду. Сегодня здесь более 500 представителей бизнеса со всего Подмосковья, которые открыты для общения, взаимодействия и поддержки. Инициативу проведения форума поддержали Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Опора России и другие общественные объединения. Задача первая – это, во-первых, познакомиться. Во-вторых, предложить площадку для расширения бизнеса своего, географического, клиентов, площадку. Ну и, конечно, какие-то совместные проекты. Это очень важно, потому что сегодня мы коммуницируем со всеми. И мы, наверное, станем, скорее всего, такой площадкой возможностей. То есть нужно сегодня тебе построить дом. Вот, пожалуйста, строительная компания Одинцова. Нужно тебе сегодня сшить платье. У нас замечательно есть дизайнеры, портнихи и все остальное. Отремонтировать автомобиль – пожалуйста, хлеб испечь – пожалуйста. Все есть. И не надо никуда ездить. Главное – уметь использовать эти возможности, считает Ольга Селезнева, не бояться пробовать и постоянно развиваться. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.